Здравствуйте, уважаемые шашисты и любители шашек. Сегодняшнее видео будет не совсем о шашках, так скажем, на около шашечные темы. Сейчас в столице Польши, городе Варшава, проходит матч за звание чемпиона мира среди женщин. Играют россиянка Тамара Танцекужина и представительница Польши Наталья Садовская. И вы знаете, друзья, прямо во время матча, то есть в прямом эфире это было показано, один из организаторов турнира снял российский флаг со столика и оторвал табличку также с изображением российского флага. Один из организаторов турнира позднее объяснил свои действия тем, что ему позвонил президент ВАДА Рудольф Банка и заявил, что если он прямо сейчас не снимет российскую символику со стола играющих спортсменок, то ФМЖД, Федерация международных шашек, будет лишена всякого финансирования. Ну, то есть у него, по сути, не оставалось иного выхода. Позднее, в честь организаторов, хочется сказать, что они также сняли польский флаг со стола, но тем не менее символика с польским флагом осталась, ну вот табличка, как раз на столе Натальи Садовской. Друзья, все эти действия мне напоминают дискриминацию, которая в свое время была в США в отношении темнокожих жителей Америки. В свое время великий чемпион Мохаммед Али даже в сердцах выкинул свою олимпийскую медаль по боксу, золотую, потому что его отказались обслуживать в одной из бургерных в США. И однажды я надел медаль и сказал, что пойду туда и посмотрю. Медаль была на вас? Да. Я заказал чизбургер, человек сказал, мы не обслуживаем негров. Я сказал, я олимпийский чемпион. Но меня выставили за дверь, и я так расстроился. Я пошел на мост через реку Агайио и выбросил медаль. Выбросили мне? Да. Позднее Мохаммеду Али на баскеттольном матче всенародно вернули олимпийскую золотую медаль. Сделал это Хуан Антонио Самаранч. Все зрители аплодировали вот этому восторжествовавшей справедливости. Друзья, у меня вызывает негативные чувства тот факт, что российский флаг был снят прямо во время матча. Ну и вообще, я думаю, что всех людей мира, не только россиян, возмущает вот этот факт дискриминации. По сути, мы видим дискриминацию по признаку гражданства. То есть, если ты гражданин России, ты не имеешь права выступать под флагом собственной страны. Несмотря на то, что в шашках, по сути, нет никакого допинга. Я понимаю, там какая-то легкая атлетика, тяжелая атлетика и так далее. То есть, игровые виды спорта в шашках, неважно каких, русские шашки, международные шашки, бразильские шашки, там никакого допинга нет. То есть, по сути, вот эти вот все действия являются высосанными из пальца. Это все отвратительно выглядит. И, друзья, у меня, конечно, есть такое интересное предложение. В свое время чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров выступал во времена СССР еще под флагом современной Российской Федерации. Возможно, нам стоит вспомнить этот опыт и российским спортсменам выступать под флагом СССР. Тем более, что СССР признается Организацией Объединенных Наций страной. То есть, по сути, российские спортсмены могут выступать под флагом СССР. От себя хочу добавить, что я, как и многие другие граждане Российской Федерации, мы рождены все-таки были в Советском Союзе. И мы от гражданства Советского Союза мы не отказывались. То есть, фактически, нашу страну развалили без нашего согласия. Мы от гражданства не отказывались. Поэтому, я считаю, российские спортсмены могут выступать под флагом СССР. Или Российской империи, если уж копнуть глубже. Вы знаете, в свое время российский флаг во времена царя Петра Великого был торговым флагом, флагом купцов. Настоящим флагом России все-таки являлся Андреевский крест, который сейчас является символикой российских моряков. Возможно, следует выступать под Андреевским флагом. Вот это мое личное предложение. Ставьте лайк, если вы считаете так же. До свидания. Пишите ваши комментарии. Ставьте лайки, если вам понравилось видео. Ну, или дизлайки, если не понравилось. Напишите ваше мнение. Мне интересно будет почитать. Отвечу на все вопросы. До свидания. Отвечу на все вопросы.